Велкам, велкам, велкам! Игра номер два между командами Синодрагон Гейминг и Виктори Файв сейчас будет у нас стартовать. 1-0 лидируют драконы, и драконы дожили до лейтгейма. Я не могу сказать, что у них был гипер лейтгейм сетап, но относительно противников, которые взяли всех чемпионов для ранней стадии игры, понятное дело, что было очень тяжело продвинуться дальше. Еще раз я вам показываю структуру турнира. 11 игр у команды Синодрагон, 11 игр у команды Виктори Файв. Если Виктори Файв сегодня проигрывает, очень будет похоже на то, что они теряют все шансы пройти плей-офф. Для Синодрагонов тогда становится только интересней турнир, потому что они приближаются к восьмой, седьмой и шестой позиции, но они только команду World Elite победили среди этого списка. И у World Elite сегодня игра. Они будут очень внимательно ее смотреть. Кстати, эта игра будет стартовать через 42 минуты. Так что нам нужно, чтобы как раз эти ребята как можно быстрее закончили, иначе мы на вторую игру, точнее, на второй Best of 3 на первую игру не успеем. Нужен дать совет. А, Нерзил. Ну, я не знаю. Может быть, прийти провоцировать стримера. Попробуй. Приходишь и спамишь ему в течение 20 минут. После этого выкладываешь чужие переписки. И главное, делай нарезки так, чтобы можно было оморочить, очернить, опорочить. А-а-а. Все на букву А выбирай. Я думаю, можно зайти даже. Можно очень круто это сделать вокруг любого. Знаешь, кого посоветую? Возьми топовых стримеров. Вот топовых. А, блин, слушай, я ж топовый. Ладно, бери второго топового стримера. Вот Cotton TV, допустим. Зайди к нему. Посиди час на стриме и сделай нарезку на 2 минуты. Поверь мне, я думаю, уж 2 минуты он что-нибудь досказал. Так там не на А, на О. Нет, я относительно безграмотных людей направляю именно в то русло, где они и находятся. Потому что так оно и было. Когда слово договоренность пишется с кучей А у человека, для меня это сразу же означает. Я же топовый. Вот, Иван Тарасенко, кстати, да, очень топовый. Вот к нему идем. Коварный, Виви? Да, очень коварный. И главное, делает ролик на свой главный канал. Маленький делай, маленький ролик на главный канал. А потом на второй канал делай самый главный ролик. Вот так вот. А потом... Вообще надо было, знаете, вот я считаю, надо было сделать маленький ролик на главный канал. С него ссылочка на другой ролик, который находится на второстепенном канале. А с того ссылочка идет на третий канал и на четверть. Чтобы люди, они этот пазл собирали, ходили и мучились. Ребят, те, кто на моем стриме, те, кто на моем стриме постоянно находятся, они в курсе. Они даже были на этом стриме, на том самом. Я не в курсе, что там просто вырезаны из контекста слова. Ой, даже не смешно. Кто по взаимную подписку? По взаимную подписку. Ужас. Я думаю, никто. Но, скорее всего, этот человек нам даже не ответит. Скорее всего, это даже не человек. Надо было по частям. Слушай, шаб арт. Вот это было круто. Это надо было реально по частям. Еще и фотографию мою надо было разрезать пополам, по тройнам, по четвернам. И чтобы люди как-то мозаику собирали. А в конце я голый буду. Приколите. Как в этих старых играх, как раз таки в аппаратах, которые были в клубах, стояли такие аппараты. Помните, там можно было мозаику собираешь, а там бах, потом девушка голая остается. Она сначала типа в купальнике, но ты отрезаешь кусочек за кусочком, и тело ее все, как говорится, обнажается, обнажается, обнажается. И здесь ты делаешь 4, 5, 6 роликов, и в каждом ролике по части тела только моей показываешь. А потом бах, в последнем ролике, и все. Собрал комбо. В стиме ты бы был популярной игрой, а я не удивлюсь, что такие игры уже есть. Ну, не в смысле про меня, а вообще есть такие игры в стиме. Спасибо, я пас. Ну, как так-то? Это ж круто. Как вы, вы упускаете такие возможности, ребят. 5 побед, 6 поражений, 4 победы, 7 поражений. Виктори 5, соберитесь, нам нужна борьба. Чем вообще прикол взаимной подписки без вариантов айтс? Я никогда этого не понимал, зачем они это пишут. Только сейчас дошло, что Рик Сай, это отсылка к фильму Дрожь земли. Ну, по факту, да. Но это отсылка не к нему, это скорее отсылка к Дюне, потому что Дрожь земли, именно вот здесь у Дрэк Сайка получилась такого размера, как в фильме Дрожь земли. А сам фильм Дрожь земли тоже можно сказать на... Это кто у нас был? Писатель Дюны, я забыл. Писателя Дюны. О, улетел из головы. Голова моя, дырявая. Голый нельзя, а то кто-то влюбится. Либо разлюбит. Тут уже, как говорится, на свой страх и риск. Виви им бизнес-план подвел, они от него отказываются, да. Герберт, да, Герберт. Все верно. Фрэнкус Герберт. Короче, что у нас получается? Рик Сай была на фирспике взятой командой Сина Драгон Гейминг. Так в этот раз они будут играть тот же самый сетап, только, я так смотрю, они добавили Лиссандру. Поняли они, что Корки слишком долго скелятся, и они чуть было не проиграли игру из-за этого. И Лиссандру в этот раз урвали себе. Лиссандра, Галли, Рик Сай. Хорошая комбинация, много контроля, очень много контроля. Я думаю, надо добавлять Декерри, скелящуюся в лейтгейм, и у команды Сина Драгон Гейминг будет все зашибись. Там несколько человек Дюну писали. Ну да, что-то, наверное, в этом есть. Дюну я не читал, сразу скажу. В Дюну я только играл и фильм смотрел. Причем оба фильма. Или их там три было. Ну я в общем смотрел с Твин Пикс, и смотрел не Твин Пикс версию, более уже новую. Ну Твин Пикс я имею в виду, это актер этот. Не помню, как его зовут. Он там молодой еще был. Оригинал писал Фрэнк, а потом его сын вроде. Ну вот это я смотрел. И если честно, ну такая, как-то мутная очень тема. Ну очень долго. Много политики, много этого всего. Наверное, этого в книге всего не было. Я в детстве это смотрел, потому что это было очень-очень глубокое детство. И из-за этого, получается, и Игру-то тоже первую приобрел себе Дюну на... Тогда еще это приставки были, да, насколько я помню. На ПК она тоже выходила, но у меня ПК тогда не было, потому что ПК очень поздно у меня появился на приставке. Только не помню, это на первый PlayStation было? Или это было на Уфо? Нет, это было, по-моему, на первый PlayStation, ребят, все же. Ты видел новые Касплейсники? О, новые Касплейсники? Не, не видел, сегодня выложу, обязательно тогда посмотрю. Ну вот, гиперлейтгейм, Адекерри, они берут, правда, мне не нравится, что они без отпушивания его берут. На Сеге тоже было, да? А может быть, я тогда и на Сеге играл, ребят, потому что у меня было Уфо, которая Дэнди у вас называлась, у нас она Уфо называлась, ну потому что разные модели были, но, по сути, движок был один и тот же, и картриджи подходили друг от друга. Потом, когда была Сега, это у друга была Сега, у меня не было Сеги, я к нему ходил постоянно после школы играть, мы там в Mortal Kombat рубились в другие какие-то игры, и вот, наверное, в Dune тоже рубились, проходили. А потом у меня PlayStation появилась, потому что, ну, как говорится, вчера мы эту тему отцов и детей, помните, я рассказывал в фильме, что такие трогательные обычные темы, есть отца и детей, что все друг другом недовольны, но что-что, отец, когда я колено свое повредил, и больше спортом не мог заниматься, я был подавлен, он мне тут же купил PlayStation, и говорит, все, типа, сиди дома и играй в PlayStation, никаких проблем, мол. И это, ну, не было такого, знаете, там, иди там, вылечи себе ногу, невероятным способом, там, знаете, ты должен и так далее, ты должен стать спортсменом, такого не было никогда, то есть всегда воспитывали меня критическим мышлением, чтобы я, ну, то есть, мне давали какие-то возможности, и говорят, ты сам решай, вот так, меня так воспитывали, не было никаких направленностей, что ты обязан сделать это. Мне всегда говорили, сам решай, что будешь делать. С одной стороны, это плохо, потому что, по сути, ты заставляешь уже ребенка там чуть ли не в 10 лет решать, что он хочет. А с другой стороны, вот, таким вот уродился, ребят, получается. И до сих пор сам все решай, представляете? Разрешены азартные игры? Азартные игры, как таковые, запрещены у нас. Но у нас есть официальные лицензисты, то есть, залицензированные игры, те же самые, Лото, с лицензиями государственными, те же самые, Казино у нас с лицензиями государственными, те же самые Казино онлайн, те же самые бары с игровыми автоматами и горные дома. Все это с лицензиями. Именно с тех пор я решил стать стримером. Нет, именно с тех пор я уже думал, как буду хайпить в 2019 году на одном из стримеров. Вы понимаете, как я быстро продумал это все? Вы думаете, что это все? Ребят, вы даже не представляете, насколько все у меня было продумано. Я знал, что через 22 года наступит этот день. Я готовился к нему. Многоходовочка от Виви. Ладно, мы что-то тут пропустили, баны пики, давайте вернемся сейчас в игру и посмотрим, что же там получается. Я так смотрю, мидгейм-сетап себе Виктори и Файф решили снова взять, только в этот раз у них он послабее. По поводу казино в Украине то же самое. Ну, я думаю, очень схожая политика по всей Европе и даже, наверное, по СНГ. То есть, как бы, нужно государственную лицензию иметь, чтобы этим заниматься. Сколько будет стоить биткоин через 22 года? А это не стоит брать. На самом деле, сейчас надо закупаться резиновыми изделиями, ребят. Скоро начнутся государственные программы по запрету этого, потому что демография падает и в России, падает и в Европе, и поэтому все резиновые изделия и изымут из промышленности. Поэтому закупайте их и будете потом перепродавать. Будете гандону, гандону, эм, эм, что-то, кашель, кашель. Короче, магнатом будете. Магнатом. Магнатом. Вот. Каким магнатом я не могу сказать на стриме. представляете, есть хлебный магнат, есть, как бы там. Ещё какие-то... А вы будете такой. Да, ну или вот это, топ лол моментс, то, что написал. А вы, а вы мне. У нас здесь мир трудной жвачки. Никто никого не убивает. Дружат они друг с другом. Посылают пингвинчиков. Ну и давайте смотреть, что у нас вышло. Опять лейтгейм у команды сегодня на драгонгейминг. В этот раз он чуть-чуть послабее. Но зато чуть-чуть посильнее мидгейм. Из-за рексайки и галио, которые есть с кем комбинироваться. У команды же Викторий Файв. Я бы отметил хорошую комбу в мидгейме и лейтгеймингфазе. По циферкам примерно то же самое. Будет 60%. А вот они отдают... Вот, смотрите, видите, снизу бот, похоже на Путина. Качок тоже в очках, как в том самой картинке, где он на рыбалку ездил. 53% за Викторий Файв стоит. Я ставлю лично 58-60%. Ну, если вы у меня спросили. Типа до 60% я ставлю за ними лейтгеймингфазу. Это бот, поставил статистику вам. Кстати говоря, в Китае это очень удобно. Смотрите, я вам подсказываю тем, кто занимается букмекерством и так далее, ставочками. Вы можете просто смотреть этот матч китайский. Даже без моих комментариев снизу. Все равно бот все вам подсказывает. В следующий раз бот, когда появится, он появится на 15-й минуте. Он покажет, какой винрейт он ставит в мидгейме. Каждая из команд. Правда, он учитывает, что произошло уже в юрлигейме и делает оценку именно от этого. Насколько, типа, сильно одна команда ушла вперед от другой. Ну, так вот. Я считаю, что Викторий Файв в хорошей себе юрлигейме прошер выбили. У них есть и преимущество на топ, и преимущество в лесу. И лейтгфаза на миде равна. И на боте тоже равенство с небольшим перевесом. Рик Сайка решает посражаться с Беном. Беном только что потратил у нас, ребят, комбу. И, как видите, у нас замена произошла. Пеппера заменили. А вот Бен уже агрессивно играет против Сяопенга. И Сяопенг задается вопросом, как же так? Неправда, брат, вы, наверное, пошутили. Но, ребят, это подходит и помогает ему через Хиллетаун. И нет убийства. Синодрагон гейминги не теряют игрока. Сяопенг, увидев, что Джарван стартует с краба, почему-то решил не забрать краба, а гоняться за ним. Хотя гораздо выгоднее было рискнуть и сыграть смайт в войну. Подкинуть краба, начать его убивать и победить. Флэш на Хилл обменяли. Ну, да, Роуд, по сути, потерял флэш за это. Но Бен второй сейчас пойдет забирать себе второго краба на реке, который лежит. Рик Сайки придется теперь догонять его, играть от синего бафа и так далее. Спасение песочного червя. О, там Сион сейчас украдет. Лол. А, не, не, Бен смайт нажмет. Так вот, цифрыки я не успел договорить, там просто битва началась. В мидгейме, я считаю, все еще будет преимущество команды Викторий 5, особенно если они смогут Снобол продолжить. Те же 60% я ставлю за ними. Ну и вот Синодрагон геймингом лейт я поставлю, вот думаю, 55 или 60 ставить. Что-то здесь у Чао Хонга проблема. Его пытаются убить. Замедление, притяжка. Пауну входит в сторону. Странно. А Чан Хонг вроде видел, что Бенни и Джин могут его загангать и осознавал эту как бы проблему и все равно почему-то остался в таком неудобном положении. Его в итоге поймали и убили. Ну, практически убили. Пришлось отфлэшиваться. Я все думаю, вот про лейт. Там-то Корки был, там было 2 декерри, а здесь у нас Лиссандра. Но с другой стороны, Лиссандра куча магического урона с контролем будет раздавать. Это получается 4 танка и вы. Нет, я все равно 60% оставлю за командой Синодрагон гейминг. Ну вот, так что Викторий 5. И Орли гейм. 60% мидгейм. 60% ну и опять Синодрагон гейминг лейтгейм. Очень похожая игра на предыдущую. Тем более, что здесь Вейн, а там была Кайса, помните, да, тоже разница. Кайса немножко магического урона. У нее тоже есть процентный с физикой, но есть и магический урон из-за ее пассивки. И из-за этого она чуть слабее Вейн получается. О, Вейн тру дамаг и процентный урон с автоатакой. Как тебе Эз Саппорт? А его одно время играли. Давно, кстати, никто не пробовал. Теоретически может работать. Как сказать, червь женского пола или они бесполые? Черви бесполые на самом деле. Поэтому не удивляйся. Это по биологии мы изучали еще в детстве. Что за крылья рядом с портеатрами? Хорошо, что спросил. Эти крылышки означают набор рейтинга Most Viewed Player для игроков. И от этого рейтинга Most Viewed Player они набирают себе и настоящий MVP. Ну, Most Viewed Player тоже можно сократить как MVP. Это просто, чтобы ты понимал. Это лучшего игрока, так выбирают в Китае. Зрители смотрят из клиента игру и следят за каким-то конкретным игроком и набирают ему рейтинг. И помимо этого могут голосовать люди в местных социальных сетях, могут писать в чат спам его имени и так далее. Все это по какой-то крутой очень схеме суммируется. У него повышается рейтинг. Вы видите рейтинг. И кто-то из них становится сильным. Вот, например, E5 за предыдущую игру стал у нас голдом уже. Видите, голдашку набрал, потому что за E5 как-то очень... E5, E5, я опять его E5 называю. E5, за ним очень много следили игроки, зрители. Хотели смотреть, как Люциан играет. Но в итоге у нас Рик Сайка, которая в этой партии... Ой, килл. Бывает. Тут даже Синдра не понадобилась толком. Галя в итоге и Сяо Пенг получили самые крутые рейтинги за предыдущую игру. И, скорее всего, кому-то из них и дали MVP за предыдущую партию. Ну, кстати, это логично, потому что Рик Сайка сделала стил на Шора. Не забываем об этом. И одновременно с этим Галя очень классно на кайсе отыграл предыдущую партию. О, боже, Сники хватит. Там, видимо, совсем какая-то жечь. Ребят, сегодня в группе ВК выложу две новости еще. Одна из них будет касаться постреляшек. А вторая будет касаться как раз Сники. Какой начать? С хорошей или плохой, да, как говорится? Как это не понадобилось, если она ультанула? Ну, там урона и так очень много нанесла от Рокси. Конечно, мы не отрицаем ее присутствие. Я имею в виду, что почти что не понадобилось. Там и так такое очень жесткое преимущество было над Сионом, что он чуть было... От Рокси не умер сам... Ой, от Рокси не убил его сам по себе. Но здесь пара хорошего там. Прописан по двум игрокам. И Твила делает ротацию, ловит ЕФО. И Роуд разводит руками, потому что у нее не было еще проглот за глот, чтобы утащить ЕФО. Не было у него флэша, чтобы убежать. И команда Синодрагонгейминг отыгрывает два убийства на ботлейне. Ты там не гони, Носники! Там что-то вообще, походу, какая-то жесть, да? Странно, я сегодня на Reddit заходил и ничего не выдал мне. Но я, правда, не весь Reddit пролистал. Я так. Первые три поста там. Ну, чуть больше. Тем временем, видите, Бенчик ждет возможность, когда Джина сможет поймать Чан Хонга. Он тут даже не подходит, ставит в арт, понимает, что где-то здесь может быть Джарван. Джарван, но дальше теперь пройти не получится. Он в Инстаграме вчера выложил. Ну, найду, найду. Не волнуйтесь, ребят. Уж найти... Подожди, Бенни, ты слепой? Бенни не увидел, как... Что, и это все равно сработало? Как это могло сработать? Чао Хонг уходит под вышку, его замедляет, убивает... Его реально убили! Как? Я хотел сказать, Бенни, ты слепой, ты же видел, как он вард туда поставил. Но, по-моему, этот вард не работает. Его туда поставить-то поставили, но он, видимо, обзора не дает или еще что-то. Кстати, обратите внимание, что Бенни играет у нас через Конквер. Это не Электрокьют, которого обычно Джарвана мы видим. Это Конквер. Как раз-таки за счет этого Конквера у Пачан Хонга у него было больше урона. У него 16-го числа сдох ПК, поэтому он решил состряпать косплей, так как делать было нечего. Да кого он обманывает? Он опять своей телке проиграл, девушке. Своей девушке косплейщиц... Как ее? Лина зовут, да? Не, Лина это у Найтблу. Тут момент, ребят, когда у всех стримеров есть девушки, я даже знаю всех имена этих девушек. Ничего, у нас есть... У нас есть, вон, Лиса, Мороженка. Скайри у нас есть, в конце концов. У нас это платоническая любовь, нам хватит. Так, у нас СОП какой-то образовался. Че происходит? Как они играют? Я просто иногда теряю нить. О, Виви чисто сталкер, да? Я реально иногда нить потеряю игры в Китае, потому что вроде только что был на топе Сион, вдруг он резко побежал на ботлейн. По какой-то причине Галя отправился на топлейн. Дракона забрали, конечно, все на драгон гейминге, но это сделало... Ой, что-то я зазевался. Сделало Рик Сайка в одиночку. У тебя есть Эвелина. О, кстати, да, у меня есть Эвелин. О чем я? У них у всех по одной убили Гарем. Да? Гаремник, собираем аниме, насмотрелся просто я. Банчика здесь сейчас будут вылавливать. Кстати говоря, и может даже хорошая битва здесь произойти. Идет вообще пятерное сражение. Таунт устраивает по Роуду. Роуд прожимает клинц, уходит в сторону. Битва продолжается. Бэйня просто зажимает всех внутри. Битва все еще продолжается. Это все еще под вышкой. Все идет. И у нас минус Рик Сайка, минус Лиссандра. Но минус в ответ сразу два игрока команды Вики. И после этого у нас, ребят, умирает еще Галю. Чао Хонг пытается подкинуть и убить Эзо. И пытается закайтить. Стамп прописывает по двум игрокам. Горн. Горн запряется за Галю. Галю добивает. Тот самый Корн, который из ЛМС. Тот самый Корн, которому надо было банить Синдру. Кое-кому. Эту команду нельзя. Теперь уже тоже, наверное, упоминать. А то обидится тоже. Ну, кто не помнит, ребят. Ефо и Корн, они игроки команды ЛМС. Ефо, не помню, в какой команде играл. Но Корн играл в команде Джирекс. Как раз таки. И он Синдромейнер. И вот сейчас он показывает, почему Синдромейнер должен быть таким хорошим. 4-7 становится счет. Виктори Фаев выходит вперед по золоту. Плюс 2,5 тысячи. И могут забрать сейчас себе Геральтку. Либо посмотрим. Шелли. Не подвластно иногда. Вы знаете, Шелли иногда даже не забирает. Какой шикарный просто внутрь. Внутрь все залезли. Рик Сайка туда зачем-то флэша запрыгнула. Пыталась Роуда убить. Потом попал Рик Сай под стан. Не смогла дать свою ульту. Вейн вообще под ультой своей толком не поддамажила. Ой, как все странно. Ай, хороший стан. О, автоатака. Рампей. И Сион сейчас такой. И никого не догонит там. Кстати, Сион в этой партии не купил еще пока никакого Магреза. Так что это может быть реально очень плохо для них. 4-0-2. 10 межайстаков у Корна. И уже собранных два предмета. Обратите внимание на Лиссандру. Одна пустая. Лиссандра 4-800 только заработала. Здесь уже 6-200. То есть полторы тысячи отставания. Очень неприятно. Приветствую всех. Я смотрю, у нас уже 900 человек на стриме. Ребят, сегодня у нас Китай. Китайская лига Best of 3. Вторник и завтра тоже. А в среду будет два Best of 3. Правда, второй Best of 3 может быть неполноценным. В зависимости от первого Best of 3. Потому что они по времени просто играют. Ровно 4 часа. И им выделяет, видимо, столько времени. Я думаю, это все связано с телевидением. Потому что эти матчи по телевидению еще показывают. Он здесь ловит Джино. Джино зачем-то решит фэш-чекать эти кусты. За ним ведется погоня. С флэша от Вилла его цепляет. И Щао Пенг добивает этот килл. Ну, Бен, Беня, вот он. Решил все же Шелли побить. Шелли пытается отомстить. Она размахивает руками. Но он не поколебим. Он продолжает ее избивать. Шелли всего лишь хотела обнимашек. Погибает Шелли. Остается ее глаз. Здесь Бенчик поднимает. Слушайте, это походу игру. ВИЧ-то... Опять их ВИЧ-ми назвал. Виктори Файв. Эту игру, походу, доведут все же до того самого конца. Хотя... Хотя посмотрим. Вызывается Шелли у нас. Сейчас будет врыв. Нет. 160 золота Корну. И еще золото Корну. Боже мой, сколько у него золота. Он только что тысячу еще добавил себе преимущество над Лиссандр. Лиссандр там на бутлайне пытается пластины снять. Он там еле-еле их добивает. Кто такая Шелли? Шелли это Геральтка. Просто английские комментаторы, я вот заметил, ну кто не в курсе, английские комментаторы, европейцы, американцы, и даже по пасмите в Корее называют ее Шелли. Они ее зовут так, потому что им самим тоже неприятно говорить Геральт. Потому что Геральт это, ну, какое-то имя странное для девочки. И поэтому они такие, вместо того, чтобы говорить Геральт из Ривии и Геральт из Бездны, говорят Шелли. Шелли переводится как Скорлупинка, ну, что-то такое. То есть Шелл это Скорлупа, либо Ракушка. Вот они Ракушка ее называют, там, Скорлупышкой. Скорлупышка. Ой, слушайте. Ой, как я опасно шучу. Скорлупышка. Господин Гервант. Ракушечка. Ну, Ракушечка, да, но Скорлупышечка же она. Ну, а мы ее Геральткой называем. И я считаю это нормально. Но многим из вас это не нравится, поэтому я решил, раз вам не нравится, буду говорить как официальные комментаторы говорят. Они говорят Шелли, и я ничего сделать с этим не могу. Геральт это не имя, это профессия, нет, это имя на самом деле. В этом и есть прикол. Геральт это ее имя. Просто в русской версии они потеряли смысл этого перевода и сделали как Геральт из Ривии, типа, что она Геральт, но она Херальт, ну, как бы, это ее имя, как Геральдина, понимаете? Шелли из Ривии, да. Гугл выдал изобилующие раковинами, изобилующие раковинами, ой. Ну, да-да-да, она такая, она у нас такая. Ну, короче, не суть важная, ребят, не об этом идет речь у нас. О том, что они ей имя придумали, Шелли, и я ей тоже имя придумал, Геральтка. Поэтому, как бы, мы с ними идем в ногу со временем. Надеюсь, что ЛЦЛ к нам присоединится к нашей акции, Геральточку называть как-нибудь, ну, красиво. Могу им посоветовать ракушечкой ее звать? А мне вот понравилось только что... Сейчас, 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 подождите, у нас здесь тавердайвик небольшой, нет, неудачный, потому что Джена очень быстро зачистила этих крипов. Скорлупышечка. Крипов отпушить легко здесь у нас Сион, вышку он не потерял. Зато вот вышку на миде могут попытаться очень быстро поломать. Этот корн хороший стамп прописывает, Роуд помогает сломать эту вышку, и преимущество добирается уже до 5000 в пользу команды Виктори 5. Да, там Вейн скелится, но до этого еще далековато. Шельма. Шельма. Хорошее имя. Она весь снег бездны, а ее имя не Геральт. Роуд вообще ничего не переводили, как по мне. Ну, вот в том-то и дело, да. Они мало того, что не переводили, они еще и пол ей потеряли. Давайте вот с этого начнем. И не Роу Риут, опять же, скажут, что это Роу Риута сделает. Локализаторы это сделали, они-то тут при чем Роу Риуты? Локализаторы это сделали, такой коревой перевод. Локализировали. Что в итоге это существо стало мужского пола. Ладно, тем временем. Что у нас вышло-то в холодном остатке? Все еще Корн с хорошим запасом по золоту. Он купил себе Морелку уже целую. Уходит, наверное, сейчас в Уидстав и подумывает, а может мне все же купить... К Дарксилу Межай за 1050 золота. У Уэзо уже тоже есть два предмета, сейчас он уходит себе в Ботарк. И все, Пинг вместе с Галли пытается красный баф заработать. Хороший стамп прописан по Бенни, Бенни проглатывают, утаскивают Роу. И тут он влетает. Этот килл надо оставлять, конечно же, Галли. Прилетает Марк. Но Галли может и не заработать килл. Дарксайка долетает, добивает. Ефо там сражается тем временем. Все, он все еще ведет свою неравную борьбу. На телепорте прилетает Твилл, оцепляется за Корна. Корн нажимает клинцу, уходит в сторону. Джарван делает всю же инициацию. Но где остальные игроки? Чего ты надеялся этим добиться? А что бы Стамп прописал Корн? Шикарную челюстянку. В этот же момент у нас Атрокс избивает всех. И снизу идет сражение Твилла между Беном. Флажится за Беном Твилл. Твилл цепляет его ультой. И с автоатак добивает. А сверху, я так понимаю, битва закончилась ничем. Стан от Синдры перевел к тому, что отступила команда Сина Драгон Гейминг. Так, мы опять начинаем к этому подходить, ребят. Мы опять начинаем к этому подходить, что было в предыдущей игре. 20-я минута. И какие-то странные размены начинает устраивать команда Виктори Файв. А в этой партии у них даже похуже ситуация к лейтгейму будет. Из-за того, что они драконов пока отдали всех. Красный баф хотели забрать. Но посмотрите, где находятся игроки их команды. Синдра находилась еще за рекой на ботлейне. Эз находился за рекой на мидлейне. А Трокс вообще был не в позиции телепортации. Так чего ж, куда вы идете-то, ребят? Виктори Файв. Не то, чтобы я за них болею просто, но... Брать Early Game Pressure сетапы и не использовать 4 чемпиона из этого сетапа, это неправильно. Да, EQ в No Vision на красный баф. Именно так сегал Бэйня. Просто в наглую дает комбинацию, которая ему нужна для сражения, в красный баф. И дальше пытался его Роуд спасти, но спасти было его уже невозможно. Я влетаю на стрим. Сколько еще игр, интересно, идет? Интересно, идет. Это вторая у нас игра, и будет еще одно полное БО-3. Правда, оно будет стартовать уже через 15 минут. И из-за этого можем мы чуть-чуть пропустить начало. Потому что, напоминаю, они играют на нескольких стадионах сразу китайцы. Все эти матчи транслируются по телевидению. Поэтому от региона к региону у них нет единого графика. Ну, они там договорились, типа, раз в два часа играть. Но из-за этого получается, что некоторые матчи надо до конца досматривать Best of 3, а потом только идти на следующую игру. Там будет играть World Elite против команды Top Sports Gaming. Top Sports Gaming лидеры этого чемпионата. Номер один команда. Но World Elite борется за плей-офф, и им нужна победа. Потому что, судя по всему, Синодрагонгейминг опять одержит победу. Опять доведут игру до лейтгейма и победят. 8-8, 21 минута. Кстати, какой был счет в предыдущей партии? И какая минута была окончания? Сделали они 1-1 коэффициент? А что-то Китай гораздо сильнее Кореи в этом году. Даже в середине таблицы. Не думаю, что Китай гораздо сильнее. Нет, на самом деле, у них другая игра. То есть, я не могу сказать, что они сильнее, потому что у них совершенно другая игра. То есть, эта игра не похожа ни на что остальное, как говорится. Во всех остальных чемпионатах у нас проводится макроигра. Всегда приоритет. Я вам много раз рассказывал, как выстраивают приоритеты в Европе, в Корее. Ну, потому что европейцы и американцы, они играют по, по сути, стримам корейским. Учатся у них. А те учатся у них. И в итоге получается, что друг у друга взяли, они переняли вот эту вот игру, где вы сначала забираете объект, а потом сражаетесь. Так, у нас трансляция упала, ничего не сделать. Блин, это хреново, если трансляция упала. Сейчас обновлю страницу. Там есть еще плеера, но просто они не подготовлены у меня сейчас. Будем надеяться, все запустится, ребят. Маленький Тима здесь будет бегать, как обычно. Так, походу, надо эти другие трансляции искать. Там огромный список есть. А, нет, нет, все, все, мы вернулись. Нет, какие-то подлаги начались. Или нет? Знаете, когда смотришь, а он... Да, да ты издеваешься. Смотришь, он лагает. Не смотришь, он не лагает. Давайте вот это. Он троллит меня. Он реально меня троллит, ребят. 19-22 сыграли. 41 убийство, получается, они сделали в предыдущей игре за 39 минут. Ну, ровно 1 на 1, получается, коэффициент. Какие-то лаги здесь начались. Я паузу нажму, посмотрим. Может, на этой трансляции не будет лагов. Так, ребят, надеюсь, у вас картинка зафулскринилась. Потому что иногда бывает, что их плеера, китайские плеера, не фулскринятся. Обязательно скажите мне, что фулскрин у вас появился, чтобы я знал. И надо мышку как-то убрать. Норм. Ну, все, отлично. Тогда здесь будем смотреть. Это daio.com. У них есть и YouTube-канал. Только сегодня на YouTube-канале почему-то нет у них матча. В прошлый раз мы их как раз с вами рестримили. Появилось, появилось, все нормально. Ну, и отлично. Все, давайте смотреть. 8-8 мы ничего с вами не пропустили. Межай купил, кстати, корн. Все же такие. Межай прикупил. Галя уже тоже добрался до Гуинс. И когда у нее появится QSS и... Наверное, одного QSS будет еще недостаточно. QSS надо будет добавить еще какой-нибудь защитный предмет. Возможно, даже Жоньку прикупить. Тогда можно будет посражаться. Забавный билд у нас у Твиллы. Обратите внимание, он взял себе замедление. Хотя вроде кайтить особо противники не могут. Здесь качество немножко другое. Вам не кажется, что немножко темнее как будто стало? Как будто, знаете, вечер наступил. Вот так вот выглядит. Лига Легенд вечерняя. Там была светлая такая утренняя Лига Легенд. Летом у меня уже глаза просто подустали. Галю? Чего Галю? Галю, вон он бегает. Галю играет на роли... А, я сказал, у Галю билд интересно. Не-не, у Лиссандры. У Лиссандры с замедляшкой, чтобы кайтить. А, ты наоборот говоришь Галю, который может кайтить. Ну, он один такой здесь. Просто, как мне кажется, Сион и так может ворваться неплохо и замедлить противников под Райт Лос Глори. У Сиона собран, кстати, Локет. Чтобы блокировать урон Твиллу. Здесь ловят. И что это? Поехало такое, ребят? Я не знаю. Помогите. Сейчас, подождите. Посмотрим сражение. И после этого будем разбираться с этим поездом, который к нам приехал сверху. Я так понимаю, это надо где-то отключить. На что нажать? О, я нашел. Опа. Там приехало что-то к нам. Читать надо это все. Да, это комментарии, ребят. Из чатика кто-нибудь. Из чатика воровался китайский. Извините, мы тут два убийства из-за этого пропустили. Но первое убийство мы не пропустили. Как Твилла попался и подставился. А вот дальше за Чаунгонгом продолжала погоня идти. Ярни поезд. Но мы разобрались. Смогли все же понять, что там надо было отключить. Ефо продолжает у нас погоню за игроками команды Сиана Драгон Гейминг. Потому что понимает, что на шорбаф, возможно, вообще им даже ничего не даст. Опять у нас какой-то поезд. Но это маленькая реклама. Ее уже, наверное, не отключить. Тем более там Урфик летит. Смотрите. Летит и пишет что-то. Говорит там. А это что такое? Что тут появляется? Какая-то надпись, цифры, обратный отсчет. Сейчас что-то с нами произойдет, ребят. Нас куда-то отправили. Ничего не знаю. Помогите. Так. Что дальше? Все? Ничего не поменялось? Так. Окей. Ничего не поменялось. У нас здесь Марка ловит, кстати. Я знаю, что поменялось. HD качество поменялось. Оно теперь стало 760. А было HD до этого. Вот что поменялось. Видимо, там надо было лицензию купить или что-нибудь такое. Замедляшку кидает у нас все жертвело. Чан Хонг пытается подбить. Китайцы нападают на нас. Не дают покоя. Действительно, просмотр ограничен, если кто-то не подписан. И сайт он перезагружает из-за этого. Да я вроде подписан. Надо просто логин этот вспомнить. Я же логинился когда-то. Когда мы стримили какие-то чемпионаты Китая. Сверху это постоянная реклама будет теперь, наверное, кататься. На этом сайте. Ну ладно, не страшно. Просто тот сайт вообще лагал, вы видели. Там трансляции не было. Может быть, в перерыве попытаемся вернуться. Надеюсь, вам Мурф не мешает, который там пролетает на карте сверху. Он с алмазиком летит. Зато плеер веселит народ. Привет, я не могу. Два Урфа теперь летят. Причем второго Урфа надписи я не увидел. Я так понимаю, это рекламу люди заказывают. Это платная реклама полета. Потому что вы видите, там постоянно какая-то надпись и цифры, надписи и цифры. Это походу кто-то заказывает, типа, посмотрите видосик с Виви там и что там еще. Продаю гараж. Хочешь секс по телефону. Вот, например, это вот как раз очень похож на... Посмотрите, видосик с Виви. Я прям вижу эту надпись. Все это здесь есть. Урфик пролетел. Да, про увеличение, как говорится, тоже там написано много. Челека чуть было не проигнорировала, корно. Это же Акула, а не Урф. Нет, там в одном месте Акула, а в другом Урф. Там кто-то как раз твои резиновые изделия скупает. Ах, он вот. Ах, он вот как поступить решил. Скупить все резиновые изделия. Ефо получает у нас жесткий паук на 100 урона. Виктори Файфы, по-моему, не осознают, что они обречены сейчас будут уже совсем скоро. Осталось 7 каких-то минуток, и мы доберемся до лейтгейма. Хексдринкер покупает Галли. Я решил он QSS не брать. Видимо, исходит из того, что QSS снимется с эффект, который он не собирается и так ловить. Врывчик идет. Галля жив. Галля начинает катить. Дует автоатаку по Ефо. Начинает избивать. Корн подходит. Галля начинает побаиваться. И здесь идет контрврыв. Все, она. Галля все еще стреляет. Все еще дамажит. Пытается переключиться. Убивает Крипа по пути. Прыгает перед Корну. И Корн делает у него флэш в ульту. Пытается убить Галлю. Галля остается в живых. Кто сам прописывает. В этот момент все. Не отпускает Корна. Корна подкидывает. QSS. Он снимает себя клинцем. С СС эффект. И Галля больше с Твиллом не может посражаться. Или могут еще. Еще одно убийство за Галли. Как же Галля играет? Блин, просто великолепно, ребята. Он, кстати, убил еще одного игрока. И, скорее всего, Корна. Они тоже убьют. Рик Сайка продолжает погоню. Уворачивается шикарно от стана. Едет вперед. Кидает кушку. Не получится так кайтить. Надо как-то все же придумать обход. Просто пока застреливает заклинаниями Сяо Пенг. Ставит пинг. Чтобы видеть, где он еще одно заклинание попадает. Крипа здесь надо будет сейчас делать у ворот. Он Ешку нажимает. И там уже Галля подходит. Корну надо будет сейчас целиться сразу в двух игроков. Его, потому что с двух сторон гэнгбэнгать собираются. Ведется погоня за Сяо Пенгом. Сяо Пенг спокойно кайтит. И, ребят, мы готовы смотреть уже смерть. Корна. Тысяча золота в карман. И, кстати, Хекс Денкер еще оставался у Галли. Даже ультой, которую Корн сыграл. Он, кстати, 20 стаков у него было. 10 стаков только что потерял. Но Галля красавчик, смотрите. Сначала в стан отправил Джарвана. После этого побил немножко Эзо. И вынуждены были Эзо проглотить. После этого он убил Джино. Пробежал вперед. И хотел ударить Эзо, но попал в крипа. Потом отфлэшился, чтобы Корну его не побил. Добил игрока, который тут воскрес. Это Джарвана, который из Джонни вышел. И снова аккуратничает. И теперь он выбирает только тех игроков, которые самые ближние к нему. Подкидывание. Он убивает первого игрока. Видит, чем занимается Эзо. Делает у него All-In. Но это... Это ГГ, ребят. Потому что Сина Драгон Гейминге снова, получается, выиграли в медгейме очень важный темфайт. Идут на Нашора даже, получается, в этой партии. Если сейчас не будет сила. Флэштаун. Жикарный. Подкидывание Эзо. Там проглатывают. Ну, будет подкидывание раз, подкидывание два. Эзо вылезает, как из матрешки. Ноэ уже вылезает для того, чтобы погибнуть. Галли не достал никто из команды. Виктори Файв. И они уже обреченно досматривают эту партию. Слышится, Рик Сайка дает кушку. Хотел он ультой просто попасть. О-о-о-о, Бенни там. Бенни в плейсы творит. Бенни хотел на хайлайты попасть. Ожидаемый исход партии. Да. Все проплачено. Да нет, не проплачено. Я просто думаю, индивидуально все на Dragon Gaming понимают, что они выбирают. Корн будет пытаться застилить. Он ставит хороший вард. Видишь, там 2 500, 2 000. Тысяча проказ? Не хватило. Но у него не полный проказ был. Это был только стан. А стан там в районе максимум 700 урона может дать. У него мобилити пауэр тоже не так много. Там, кстати, нам не показали. В Сидору же поехали только что. Видимо, не доехал. Орик Сайка просто поехал, но не доехал. И команда Victory 5, я думаю, проигрывает эту партию. Потому что лейтгейм я оставлял за командой себе на Dragon Gaming по драконам. В этот раз у них вообще абсолютное равенство. И мы видим, что они не смогли свой этот момент отыграть. Кстати, а где? Вы видели, да? Сколько бот, кстати, давал ставку? А что это за обратный отчет? 6.14. Что здесь за обратный отчет идет? Вот здесь, ребят. 6.09. Видимо, это последний раз... Это последнее китайское предупреждение мне летит. Меня теперь пугает. Я как увидел, ребят, этот обратный отчет, теперь я буду за ним следить. И не знаю, что там они сделают со мной. Если я не иду. О, смотрите, там инопланетяне прилетели. Ну, это канал РНТВ себя уже рекламирует. Говорит, что в 10 часов вечера будет как раз разбор полетов НЛО над... Над... Не знаю. Какой город? Назовите любой. Над Астраханью. А, во! Во! Бот! Бот! Я хотел как раз про него спросить. 33-я минута, и бот решил лейтгейм нам рассказать. И сказал, что команда Сина Драгон Гейминг с такими драконами. С такими преимуществами, скорее всего, должна выигрывать в 72% случаев. То есть я еще, ребят, добрячок. Я еще не такой жесткий лейтгейм поставил за команду Сина Драгон Гейминг. Но если так задуматься, бот, в общем-то, примерно правильную статистику выдаёт. Потому что, смотрите, Сион скеллит очень хорошо в лейт. Рик Сайка не уступает Джарвану. Тем более Рик Сайка, которая 10-1 идёт. Лиссандра — это магический урон с инициацией. И её главная цель — это как раз сбивать всех игроков, у которых нет магической защиты. Вейн, она, конечно, монстр. Так. Опять что-то произошло. Ну, я так понимаю, меня всё просит, чтобы я это залогинился. А мы не будем логиниться. Надо будет в перерыве найти другую трансляцию. Может, на Ютубе уже появилось где-нибудь. 4.20. Сваглорд. Картман Нью Проджект. 1, 2, 3, 5, CC007. И там значок Челленджер или что-то такого. И ещё один Урфик пролетел. А, нет, это тоже не Урфик. Да, ты прав. Это везде, кстати, Акула летает. Везде Акула, тут Урфа вообще нет. Коннекшн Мэйд Ин Чайна. Картман, бро. У него били Кенни. Ой, хороший врыв. И это будет аннигиляция. Аннигиляторская пучка. Уи-и-и. Шикарный врыв. Но о чём-то он нехорошим закончился для команды. Сина Драгон Гейминг. Они никого убить не смогли. Сняли ульту Джарвана. Джарван каким-то неведомым образом остался в живых. И теперь у Галли мало здоровья. Можно даже попытаться сейчас Виктори 5 выиграть эту битву. Они цепляются за Сиона. Пытаются его побить. Замедляют, избивают. Просто бьют, продолжают. Что-то какой-то щиток нереальный у Сина Драгонов. Они не хотят погибать. Вилла пытается сделать врыв. Шикарный врыв идёт от Джарвана. Но неудачно он не попадает по Галли. И Галли восстанавливает здоровье, избивая его. И это, ребят, ГГ, ВП. Победа команды Китая. Ну, имеется в виду китайских драконов. Эз нанёс 40 демаджа по Сиону. Выглядело именно так сейчас. Это действительно. Сион под Гаргули, под Локетом. И просто под своими собственными щитками. Вообще был неубиваем. А вообще сейчас он готовится даже от вышки умереть. Но нет, щиточек даёт. И остаётся в живых. Ну что ж, ребят, идём на небольшой перерыв. Почему небольшой? Потому что там игра должна была уже начаться в World Elite. Против команды Top Sports Gaming. Я сейчас буду искать, где она будет. Трансляция прямая идти. И сразу же вам её запущу. Ну а пока поздравляем команду Сиона Драгон Гейминг с победой. Они догоняют те команды, которые уже есть в плей-оффе. Ну, борьба за плей-офф продолжается. Добра гра. Добра гра. Добра гра. Продолжение следует...